Дмитрий Нечаев И вот исходя из всего этого, во многом и строится тематическая линейка наших программ. Сегодня федеральные и даже международные темы как никогда непосредственно отражаются напрямую на каждом из нас. Поэтому почти каждая новость резонирует и на региональном уровне. Вот, например, одно из самых заметных событий уходящей недели – это перевод расчетов в рубли за поставку российского газа в Европу для недружественных стран. А это около 70% всех поставок этого сырья. Это уже приводит к некоторому потеснению доллара. Вот и его курс уже снова стал менее 100 рублей. Все больше стран задумываются о диверсификации своих финансовых систем. Конечно, точные прогнозы сейчас никто, наверное, не сделает, но предпосылки для дальнейшего ослабления американской валюты объективно имеются. И вы знаете, интересно на этой неделе по этому поводу высказался известный российский ученый экономист Евгений Сатановский. По словам эксперта, действия России смутили и обескуражили западный мир. Особенно покупатели нашего газа тревожатся по поводу возможного пересмотра цен. Политолог считает, что в будущем может произойти и это, если продолжится травля нашей страны, сказал он антироссийскими санкциями. При этом он напомнил, что о невозможности оплаты в рублях говорят те люди, которые нарушили собственные законы и обязательства по отношению к России. Так от нашей страны требуют строжайшего выполнения обязательств после замораживания и конфискации российских частных и государственных активов на сотни миллиардов долларов и евро. Эксперт добавил, что там люди привыкли выставлять условия другим, но не представляли, что условия могут выставить им самим. По словам Сатановского, недружественные страны ведут себя самым недостойным и позорным, как он сказал, образом, что само по себе доказывает правильность выбранного в их отношении тона. Ну и политолог заключил, что это только начало многоходовки, у которой абсолютно непредсказуемый результат, а что будет дальше, остается только предполагать. Но при этом мы уже сегодня можем констатировать, что переход на расчеты в рублях – первое. Это точно укрепляет национальную валюту. Для понимания масштабов, только в прошлом году «Газпром», по данным Центробанка, продал трубопроводного газа за рубеж на 54 с лишним миллиарда долларов. Сумма весьма внушительная. Еще один позитивный для нашей экономики момент – рост акций некоторых отечественных компаний. И еще один плюс – такое решение должно снизить санкционное давление на нашу страну. Возникает вопрос, насколько вторая сторона готова пойти на расчеты в рублях. Все зависит от того, насколько им нужны наши поставки. А они думаются им нужны. Сегодня вообще основная борьба идет за ресурсы, за землю, за воду, за полезные ископаемые и так далее. А это явно сильная сторона России. Так что теперь у Европы есть два варианта – купить рубли на свободном валютном рынке, либо, нарушая санкции, продолжить продавать России за рубли те товары, которые ранее закупались. Первая реакция европейских руководителей разная. Кто-то грозит отказом от закупок российского газа, например, Чехия, но не дает убедительных ответов при этом на то, чем его заменить. Ведь рассказы про зеленую энергетику уже не впечатляют жителей этих стран. А, скажем, Германия пребывает в замешательстве. Она могла бы, конечно, расплачиваться за поставки российского газа в рублях, но для этого ей пришлось бы нарушить санкции, введенные против Центробанка России. Ну а вот Молдавия выразила готовность расплачиваться рублями. Но похоже, что жизнь прижмет и первых, и вторых, и третьих. Голод и холод, как говорится, не тетка. Придется раскошеливаться. При этом продовольственная ситуация в Европе действительно ощутимо ухудшается. Наверное, многие уже смотрели в мессенджерах видео с полупустыми полками в продуктовых супермаркетах Германии, драки за растительное масло во Франции. Кто-то, может быть, слышал весьма красноречивое интервью простого итальянского фермера из глубинки, рассказавшего, что, например, кукуруза, ячмень, соя, а также дистопливо, электроэнергия – все у них подорожало в два и более раз. Фермеры вынуждены уже кормить своих животных один раз в день вместо двух. Люди закрывают фермы. Недовольство санкционной политикой руководителей европейских стран среди их же населения нарастает. Второй немаловажный момент, все более перерастающий в раздражающий фактор – это беженцы. Беженцы в Европу с Украины. Давайте вспомним. Англичане, немцы, поляки и другие, мягко говоря, никогда не питали особо теплых чувств к украинцам. Но после недавней форсированной прокачки своей пропагандой, им было настоятельно рекомендовано демонстративно возлюбить этих пришельцев из варварского мира, каковым он традиционно там считался. Только первый флер быстро прошел. Местные соцсети быстро стали заполняться роликами, иллюстрирующими зачастую хамское поведение многих, так сказать, несчастных. А из дорогих гостей они все чаще стали превращаться в постылых понаехавших. В общем, все больше людей на Западе начинают, что называется, чесать репы и прикидывать, а так ли им это надо – сливаться в едином экстатическом порыве против русских. И не слишком ли дорого это будет стоить самим европейцам? Теперь пару слов о спецоперации. Она идет своим чередом. К счастью, нет задачи ускорять события любой ценой, а потому наши военные методично, максимально аккуратно и профессионально выполняют поставленные задачи по деноцификации соседней с нами страны. Цель России – максимально сохранить жизни не только мирным гражданам Украины, но и военнослужащим ВСУ. Такой подход требует большей маневренности войск по сравнению с тактикой НАТО, предусматривающей введение тотальной войны на уничтожение, в том числе ковровые бомбардировки. Теперь о правде из первых уст. В наших программах мы уже не раз давали возможность высказаться беженцам с юго-востока Украины. Недавно с ними встречалась наш спецкорреспондент Ирина Чекунова. Все эти люди однозначно поддерживают действия России, благодаря за спасение их от восьмилетнего ужаса, который они пережили. Сам я несколько дней назад, как представитель СМИ, принимал участие в встрече с полномочным представителем президента России Игорем Щеголевым. Она проходила под эгидой Общероссийского народного фронта. Игорь Олегович, среди прочего, озвучил принципиальный тезис, что Россия пришла на Украину не развязывать войну, а закончить ее. Да, действительно, выражаясь медицинским языком, социально-политическая болезнь там зашла настолько далеко и прогрессировала последнее время такими темпами, что понадобилось безотлагательное хирургическое вмешательство. Очевидность этого тезиса с каждым днем понимают все больше людей и в нашей стране, и за ее пределами. Например, итальянцы отказываются грузить и отправлять боеприпасы в зону боевых действий. Китай, Индия, Бразилия, Объединенные Арабские Эмираты и целый ряд других стран, несмотря на запредельное давление со стороны США, не поддерживают санкции в отношении России. Я уже не говорю об активной поддержке нас со стороны Сирии, Белоруссии или Сербии, которая на себе испытала процесс западной демократизации. В России, как мы знаем, тоже не все заняли патриотическую позицию, ну, в силу разных причин. Но эта ситуация выправляется. Согласно данным Всероссийского центра исследования общественного мнения, на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 79,6% респондентов. Это плюс 2,2% за неделю. Показатель одобрения деятельности президента с 7 по 13 марта вырос до 77,2%. Это говорит о том, что меры, принятые Владимиром Путином, не просто стратегически верные. Они находят поддержку у абсолютного большинства россиян, которые не хотят мириться с тем, что Россия отводится место на вторых ролях и при ее принуждают играть сомнительные игры по чужим правилам. Эту, равно как и другие актуальные темы, мы обязательно продолжим обсуждать на следующей неделе в наших информационных выпусках и программах. Спикерами по ним будут эксперты в различных сферах. И вы тоже можете звонить нам, участвовать в эфирах на радио, телевидении. Нам важно знать ваше мнение и вашу позицию. Это была колонка главного редактора. В студии был Дмитрий Нечаев. До встречи на следующей неделе.